На избирательных участках полным ходом идет подготовка к референдуму. Их открывают в каждом населенном пункте Казахстана. Там уже устанавливают урны и кабины для тайного голосования. 5 июня сделать свой выбор смогут все граждане старше 18 лет. Наши соотечественники за рубежом тоже не останутся в стороне. Алтын Мендебаева расскажет, как проголосовать. До референдума осталось 4 дня. Сейчас на участках полным ходом идет работа. К примеру, здесь готово уже практически все. И столы для членов комиссии, и урны для бюллетеней, и кабины для тайного голосования. Найти свой участок можно в интернете сразу на трех информационных ресурсах. Это ГОВКИЗ, референдум ГОВКИЗ, референдум 2022 ГОВКИЗ. Там достаточно просто ввести свой ИИН. Если информация по какой-либо причине отсутствует, то автоматически отображается список колл-центров. А еще есть Телеграм-бот. Телеграм-бот у нас тоже есть, посредством которого можно узнать свой участок. Телеграм-бот, собачка, референдум Алматы 2022 БОТ. Это по Алмате? Это по Алмате, да. По Казахстану можно будет выйти на сайты Акиматов областных. Там тоже такие же функции, сервисы предусмотрены. И в каждой области тоже есть колл-центры, в каждом районе. Бывает и так, что проголосовать очень хочется, но вы находитесь не по месту регистрации. Например, в другом городе. Сделать свой выбор все равно возможно. Для этого необходимо написать заявление и получить открепительное удостоверение. Ну а заботиться этим придется заранее. Ехать только за одним открепительным это достаточно накладно, проблематично. У нас предусмотрена такая функция, что может человек написать доверенность. Ее не надо нотариально оформлять. То есть человек пишет доверенность на то лицо, которому он доверяет. Тот гражданин пошел, получил открепительное удостоверение и оригинал уже выслал сюда. При предъявлении открепительного удостоверения участковая комиссия включает гражданина в список на участке в день голосования. Что касается казахстанцев за рубежом, они смогут пойти на референдум в 52 странах. Список полностью с адресами, с телефонами, с контактами можно найти на сайте Министерства иностранных дел. Прямо туда зайдете на сайт, там прямо написано, там референдум, как голосовать нашим гражданам. Если кто-то может здесь успевать взять открепительное удостоверение, пускай возьмут. И уже с этим открепительным удостоверением или даже без него можно уже обратиться на тот участок референдума за рубежом и уже проголосовать там. В списке есть. Утвержденный макет блютения выглядит вот так. Его избиратели будут заполнять в кабине для тайного голосования. Вариантов ответа будет два. Это «да, принимаю» и «нет, не принимаю». Надо выбрать и поставить любую понятную отметку. Например, галочку, плюс или крестик. При этом вносить исправление или проставлять отметки карандашом нельзя. А пустые или испорченные блютени будут считаться недействительными.